Заходите, тут никого нет. Что, собственно, собираетесь вы здесь искать? Да я просто хочу понять, как она сбежала из вашего отделения. Так. Значит. Это её халат? Чей? Да, кажется. Скажите, а её побег может означать, что к ней вернулась память? Ну, вполне возможно. И что, это произошло вот так, внезапно? Ну, я полагаю, что ночное происшествие послужило катализатором, что и дало встряску гипоталаму. Собственно говоря, мы мало знаем о характере этой девушки. А если честно сказать, то мы вообще не знаем, что это за человек, понимаете? Ну, в общем-то, вы правы. Я тебя уволю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий episode Субтитры создавал DimaTorzok Успокойся Все будет хорошо Здравствуйте, MindoraTorzok А Марина можно? Седьмой, седьмой, это первый На связи Ito Качура, звонил доктор Кокhail tril energ Витрах. Двоник Дмитриcor Представился из нашего управления Расспрашивал О Дем croissant Зон он ему рассказал? Ну, как я понял, он ему все рассказал. А документы он предъявил? Нет, доктор только потом окунился и позвонил нам. Лопух! Кто? Да доктор этот! Конец связи! Ну, вот этот справа мне кого-то напоминает. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить. Знаете что, тут осталась коробка с Сашиными вещами. Он забыл ее забрать. Так вот, там есть имейный альбом. Сейчас я покажу. Где-то у нас здесь была фотография. Позвольте, я присяду. Да, конечно, да. Сейчас. Вот, посмотрите, похож. Вот я сразу об этом подумала. А кто это? Это Сашин отец, Михаил Андреевич Вольский. Просто я его не сразу узнала, он здесь пожилой. Когда вы его видели в последний раз? Ой, я его не могла видеть. Дело в том, что он погиб, когда Саше было 14 или 15 лет. А как он погиб? Что-то вроде несчастного случая. Он поехал на рыбалку, а через неделю его тело выловили из воды. А где это произошло? Я подробностей не знаю. Дело в том, что Саша не любил об этом говорить. Он вообще мало рассказывал о своем отце. Такое ощущение, что в их семье была какая-то тайна. По данным сотового оператора, вам вчера вечером звонила Дарья Михасевича. Вы можете вспомнить, что она вам говорила? Ничего толком она мне не говорила. Я могу вам быть еще чем-то полезной? Я тороплюсь. Послушайте, ей урожает опасность. Я не думаю, что вам безразлична судьба вашей подруги. Какой вы въедливый. Если она от вас сбежала, значит, у нее на то были мотивы. Она еще больная, не отдает себе отчет. Ей было куда пойти? Там близкие, родственники, знакомые. Олег. Олег? Олег это кто? Бойференд. Как он выглядит? Вы его видели? Обычный парень. 23-4 лет. Автогонщик. Не знаю, что в нем нашла. Талантливая девчонка и за него все бросила. А вот фамилии этого Олега вы не знаете? Даша называла, но я не запомню. Может быть, Чижевский? Да, Чижиком звала. Точно, Чижевский. Чижевский. Хорошо. А как его найти? Он снимал с другого квартиру в Минске. Но я не думаю, что она у него. Они очень часто ссорились в последнее время. Ссорились? Из-за чего? Из-за чего можно поссориться? Не то сказал, не то сделал. Отсутствие денег. Хорошо. Скажите, а там в разговорах не проскакивало? Откуда он родом? Кто его родители? Из Лиды. Или из Новогрудка. Не знаю. Я могу идти. Да-да. Если позвонит, то пускай сообщите мне. Хорошо? Хорошо. Я уже знаю, что с Саши Вольского нет живых. Нам звонили. Мне посоветовали поговорить с вами. Пожалуйста, присаживайтесь. Вам чай, кофе. Спасибо. Чай без сахара. Ага. Вы, кажется, вместе работали и, наверное, близко знали друг друга. Знали, отрицать не буду. Но только по работе. Меня интересует, чем занимался Вольский в последнее время. В последнее время он работал в одиночку. Объясните, а в чем заключалась его работа? Саша разрабатывал компьютерные программы для различных организаций. Ага. Правда, незадолго до увольнения он начал отказываться от выгодных предложений. Объяснял почему? Говорил, что ему это не нужно. Я думаю, лукавил. А когда вы работали вместе, что определяло ваши отношения? Мне доставалась рутинная часть. А себе он брал более креативное. Это вас устраивало? Честно говоря, Саша был программистом от бога. У него были какие-то слабости. Ну, скажем, алкоголь, женщины, азарт. Тут я вам ничего не могу сказать. Саша был скрытным человеком. Так что же его побудило уволиться? Что в нем изменилось? Да вроде бы и ничего. Правда, в последнее время он часто засиживался допоздна над какой-то компьютерной программой. Я даже думал, что он начал работать над докторской. Ну, а друзья у него были? Наверное, он же с кем-то общался по интернету. Да. Похоже, ваш коллега был сплошной загадкой. Ну, если он вел какую-то особенную жизнь, я думаю, что вся она сосредоточена в его компьютере. В его компьютере мы обнаружили схему трансформаторной подстанции. Вам что-нибудь известно об этом? Кажется, да. У нас был такой заказ от Белэнерго. Я хотел бы попросить вас составить список проектов и организаций, с которыми работал Вольский. Это возможно? Конечно. Надо только поднять договора. Если не трудно, перешлите по этому факсу. Заранее благодарен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, так пусть высылают своего спеца к нам. Я им то же самое сказал. Ну, а у вас как дела? Продвигаются? Работаем, Сергей Ильич, работаем. Денис пытается разобраться. Эти коды хуже китайской грамоты. Но, честно говоря, что он делает, я нифига не понимаю. Осталось пять дней. Черт знает, что может произойти. Сергей Ильич, а мое пребывание в деревне, оно как, будет же считаться командировкой? Отпуском. За свой счет. Товарищ майор. Шучу, шучу. Хорошие шутки. Гражданка, вы куда? О, к тебе гости. Отстойте, сюда нельзя. А держать раненого человека голодным целый день можно? Отстойте. Тебе, либо жена целую авоську натолкала. Я не женат. Да тогда, мамочка, вон какие щеки розовые. Да пусти же ты. Гражданка, вернитесь. Алло, кого надо? Алло, здравствуйте. Олега можно пригласить? Да вы задолбали этим Олегом. Сколько говорить, не живет он здесь. Погодите, это из милиции, лейтенант Кочура. Ну и что? Нам нужно срочно его разыскать. Так ищите, вы за это деньги получаете. А вы кто ему будете? Мать! Подождите, не бросайте, пожалуйста, трубочку. Чего еще? У нас есть сведения, что бабушка ему оставила квартиру. Нашли квартиру. Холупа в деревне. Даже покупать никто не хочет. Вы не могли бы дать адрес? Сейчас, разогналась. Откуда видно, что ты из милиции? Развезете по этим адресам, остальное ты помнишь. Смотри, аккуратненько. Кругом минуты сныряют. Заметаны. В прошлой партии у тебя коробки вскрытые оказались. Быть не может. Я же проверял. Хуже у тебя крыса заелась. Ладно. Я разберусь. Значит, как договаривались, терял на 12-е. Да, готовься основательно. Солидно лидер будет. Лады. Счастливо. Мы получили заключение по той коробке из дома Вольского. И что там? Ну, что касается фотографии, то она была сделана в Гродно. Фотоателье Фелькенштейна. Кто на снимке рядом с отцом Вольского установили? Наверное, кто-то из его сослуживцев. Михаил Андреевич Вольский как раз перед войной в Гродно служил. А что там с этим письмом из коробки? По штемпелю на конверте мы выяснили номер почтового отделения. Это в Сморгонском районе. Дата отправления 26 апреля 1971 года. Ну, раз адреса так шифровался, он мог отправить письмо откуда угодно. Тут интересное совпадение, Сергей Ильич. Мы запросили из архива дела отца Вольского. И вот, он погиб в том же 71-м году. И труп его был обнаружен в Никольском водохранилище с черепно-мозговой травмой. В Никольском? Да. Там уже где убили нашего Вольского. Занятно, да, товарищ майор? Сын повторил судьбу отца через 40 лет. Мне такие совпадения совсем не нравятся. Что там еще по делу отца Вольского? Дело было закрыто. Следователи решили, что он подскользнулся на рыбалке, ударился головой о камень, упал в воду и захлебнулся. Гладко. Теперь уже не узнать, кто его. В деле Михаила Вольского отмечена судимость. В 44-м году он был осужден на 15 лет и срок отбывал. Не на фронте, а в лагерях. А в 53-м был амнистирован. Какое было обвинение? Измена родине. И его не расстреляли. Слушай, ну она обычно звонила, если заболела или опаздывает. А тут просто не явилась на работу и все. Ну где Маринка, может быть, Люся? Ну а дома точно нет? Сказали нет. Ну я же не проверял. Понимаю. Думаешь, она это нарочно? Не знаю. А что это вы тут делаете, а? Пасть закрой. Жека, постереги дверь. У нас разговор серьезный намечается. Ну что, дружок, скажешь? Крысятничаешь потихо? Да. Да я не знаю, как они здесь оказались. Ты наш с тобой уговор помнишь, ничего не трогать? Да я их не брал, Герман. Я не в курсе, как они здесь оказались. Что-то ты мне не нравишься, парень, последнее время. Ты сейчас ментовку не постукиваешь? Да какая ментовка, Герман? Ты что, я же не идиот. А подруга твоя? А она здесь при чем? То, что она ананас ментов навела. Все видели, как тут участковый шарится. Да не может быть, ну... Врешь, сука. А это что? А так это... Так это она в прошлый раз оставила... Это рахти, сучонок. У нее такой шмотки не было. Я сам видел, как она собиралась. Да это ты, гад, но я стрелил. Хотел, изнасиловать не получилось. Ты решил убить, да? Да я... А! Это сука его подговорил. Это скотина повелась. Мне нужно знать, что она сказала ментам. Она никому ничего не говорила. Это я уже слышал. Где она? Я не знаю. Ты мне все, сучонок, скажешь. Жека, разберись с ним. Нету никого. Чего ты звонишь? Откройте, это милиция. Разбежалась. Я никого не называла. Я вам звонил по поводу Олега. Ну и что с тобой? Откройте дверь, я вам удостоверение покажу. Держите. А чего надо-то? Мне нужен адрес Бабкиного дома в деревне. Хутор Сосновка за паричами. Сосновка за паричами. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Есть кто дома? И ты думаешь, что она в этом пионерлагере? Это ее бойфренд. Который? Я его видел там, вот этот. И это, кстати, объясняет, почему она находится в здешнем лесу. Красивая девочка. Посиди немного, приятного аппетита. Слушай, ну может этот бойфренд-то хотел ее убить? Может, все может быть. Поэтому нужно срочно ехать и брать его. Без санкций, без улик. Ты чокнулся? А тебе обязательно нужен труп, орудие убийства и отпечатки пальцев, да? Слушай, ну не могу я, у меня приказ. Я не могу бросить его и компьютер. Я звоню Рязкину. Да некогда разговаривать, ее могут в любую минуту. Слушай, я не хочу, чтобы меня потом шею мыли. Я и так лишний год в старлеях торчу. Да тому и торчишь, перестраховщик. Я жду в машине. Да пошел ты, товарищ майор. Ну что сказал Рязкин? Если что-то не так, а вон он предупредит. А в общем, как я и говорил, без санкций мы можем посмотреть только то, что нам покажут. Давай сделаем так. На-ка, держи. Ты их отвлечешь там расспросами, протокол начнешь составлять. А я в это время метнусь в лагерь, посмотрю, хорошо? Рискованно. Но я ж надеюсь, у тебя не огурец в кобуре. Знаю я этого раздолбая. Смылся вчера, гаденыш. Месяца не отработал. Вот что значит брать с улицы всякую шантропу. Он подозревается в уголовном преступлении. Фу, я даже не удивляюсь. Скользкий гад. Он ничего не говорил, куда собирался поехать. А что вы думаете, он нам докладывать будет? Собрался тихонечко и свалил. Адреса Чижевского вы тоже не знаете. Ну, извините, мы пока без отдела кадров работаем. Так, на голом энтузиазме. Жека, не кури здесь. Скажите, а вашу техпомощь видели сегодня на хуторе Сосновка за паричами? Вы там что делали? Места осмотрели для трассы, а что? А в доме у бабки Олега Чижевского вы тоже места для трассы осматривали? Просто у вашей девушки такие кроссовки приметные. Ладно, скажу я вам правду. Мы этого урода искали. Он у нас бабки спер, сука. Жека, скажи. Нам спонсоры на стройматериалы дали, а этот гаденыш... Почему вы в милицию не заявили? Да пока вы свои бумажки писать будете. Вы его нашли? Нет. Какая сумма похищена? Тысяча долларов. Где они хранились? Да у меня в сейфе здесь. Ну что ж, надо осмотреть место преступления. Смотрите. А я, с вашего позволения, территорию осмотрю. Пожалуйста. Жека, проводи лейтенанта. В каком жил Чижевский? В том. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Это Олега? Не знаю. Может, от пионеров остался. Давайте посмотрим другие помещения. Давайте-давайте. Так чего писать-то? Пиши посередине. Я заявление, я такой-то, такой-то, фамилия, имя, отчество, проживающий, адрес регистрации, ну и как, и при каких обстоятельствах обнаружил пропажу денег. Ты пиши, а я покурить хочу. Покрышки снять, сжечь к чертовой матери. И кроссовки свои. Что-то новые кроссовки. Два раза не повторяю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что ты мрачный такой? Ну где теперь эту Дашу искать? Отрицательный результат тоже результат. На мой взгляд, в этом лагере что-то не то. Надо будет его потом посмотреть. Вон, Кочура, клиента тебе привёз. Забирай. О, моё. Тихо. Так, выходим. Тихо. Толик настоящим мужиком был. За что-то опять смерть? Как скотину током спалили. Звери не люди, а мы с ним с детства корешились. Вот не разве его да было? Я бы этих гадов своими руками. Так, бензин ты опять за своё? Толика сегодня похоронили. Карасёва. Электрик из новосолок. И мастер на все руки был. Нежадный. Вот какая халтура всегда делился. Пойдём. Вы найдёте этих гадов? Найдём, найдём. Иди проспись до вечера, а потом ты мне понадобишься. Машину мне кто помоет? Делай после этого доброе дело. Успокойтесь, видите, у человека горе. А, горе. А моему горе кто поможет? Мне вам на медкомиссию ехать надо. Инвалидность подтверждать. Каждый год езжу. Как будто за год на ноге новые пальцы отрастут. Может, ты мне поможешь, как инвалиду труда или новую машину дашь? Что вы мне предлагаете, чтобы я вам машину помыл? Нет, половины пальцев нету, а как нервничать начинаю, болит. Ну, принеси воды мне хоть. Сержант! Принеси ведро воды из школы и тряпку. Холоды-то мои когда найдёшь? Ищем уже, ищем. Ищите, ищите. Если бы председателя Ниву угнали, давно бы нашли. Яков Богданович, ну давайте я вас на своей машине сам завезу в райцентр. Извини меня, лейтенант. Злой я на неё. Не ездит, а денег на ремонт нет. Давайте я поговорю с Семёном Барыкой. Они посмотрят вашу машину в автосервисе. Ну, поговори, может тебя послушают. Яков Богданович, скажите, может быть вы вот этого человека знаете? Ну, это же Олежка. Он мне на прошлой неделе клапана регулировал. Хороший парень. Я сегодня хотел к нему приехать, он обещал сцепление посмотреть. Сказал, бесплатно. А что с ним? Давно вы с ним виделись? Я же говорю, на прошлой неделе. Я в пионерлагерь. Мёд привозил, он мне тогда клапана регулировал. А куда он делся? Что с ним? Да хочу с ним поговорить, он пропал куда-то. Что теперь вместо этой машины опять? Ну, я же вам сказал, что договорюсь с автосервисом. Да, да, да. Яков Богданович. Я получил ваш факс. У меня возникло несколько вопросов. Управление железной дорогой, электросети, таможенный терминал, ВД-канал. Скажите, они застрахованы на случай компьютерного сбоя, хакерской атаки или как там это у вас называется? Вы понимаете, у каждого из перечисленных вами объектов своя система защиты. Кстати, её разрабатывал сам Вольский. Там настолько сложная система кодирования, что взломать её практически невозможно. Ну, а если утечка информации? Или найдётся какой-нибудь умник? Ну, знаете, полной гарантии не бывает. Но скажу одно, все программы постоянно обновляются, и все системы кодирования тоже. Наш институт за этим следит. Большое спасибо, Валентин Петрович. В случае чего я вас ещё побеспокою. Спасибо. Что там у тебя? Сергей Ильич, звонил Петров, компьютер Вольского и начал выдаваться какие-то странные вещи. Поехали. Ты есть законный муж или кто? Это я тебя должен спросить. Где твоя жена и моя дочь? Я понимаю ваше раздражение, Фёдор Степанович. Но поверьте, что я никогда бы не пришёл. Но мне нужно поговорить с Мариной. На работе не знает, где она. В область она поехала. Экзамены на права сдавать. Ты знаешь, какие сейчас очереди в ГАИ? Мне помочь не хотел. Хотя бы Маринке помог. Позвонил в ГАИ, кому следует. А впрочем, она и без тебя права получит. Вы не могли бы ей передать, чтобы позвонила, когда вернётся? А сам что, гордый? Не можешь номер набрать? У неё телефон не отвечает. Ну и правильно, отключила, чтобы с работы не доставали. Передадите? Передам, передам. Спасибо. Извините, что вы беспокоил. Приятного аппетита. Ну что, какой гадости нам ещё ждать? Вот эти коды запиши. А зачем столько компьютеров? Ну, если не удаётся зайти на горы, её можно обойти. А если без аллегорий? У меня не удалось взломать пароль на входе, я подключил к основному компьютеру дополнительно и зашёл через чёрный ход. Эти тонкости сложно объяснить, у каждого хакера свои секреты. Да каким ты к чёрту эти объяснения? Какие результаты? Вольский, как мы знаем, был подключён к спутниковому интернету. В файле под названием домино имеется ряд телефонных номеров, расположенных в определённом порядке. Но уже потом мы выяснили, что это не номера, а коды. Две группы. Слово плюс комбинация цифр. Ну, вот сейчас пробуем разобраться. Да, но, скорее всего, это телефонные коды. К тому же, здесь несколько цифровых групп. Видимо, здесь закодированы какие-то названия организаций и учреждений. А что за организация? Ну, это мы и пробуем выяснить. Дёня вскрыл один, так я сразу позвонил. Да, ну, смотрите. И что это? А, это документ СОГГЛ, служба охранной госграницы Литвы. Что? Да, Литва. Это настолько секретная информация, что я сам удивляюсь, как Вольский мог её раздобыть. Да, у меня такое впечатление, что этот директор был суперхакер. А для чего можно использовать такую информацию, а? Ну, картина станет более ясной, когда мы выясним другие организации. Но на это нужно время. У нас осталось три дня. Что ты там сейчас делаешь? Я пытаюсь отправить имейл на свой компьютер и посмотреть, что будет. А. О, вот и результат. Ну, что произошло? В доступе отказано. Нужно заметать следы. А, заметай, заметай. Мало ли что. Ну, и кого мы будем там искать? Где могут прятать человека? Да, ночь же на дворе. Не видно ни хрена. Ты у нас сторож какой? Ночной? Значит, должен видеть в темноте. Шутить изволите, гражданин начальник. Бензин. В жизни всегда есть место подвигу. Ты же хочешь найти тех, которые Толика твоего убили? Или мне нужно Микульчиху было попросить? Так бы сразу и сказали, что ради Толика. Базара нет. В чем-то пахнет. На резины палю. Тихо! Давай за мной, только без самодеятельности. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жека, заводи, бегом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дорого бы я дал, чтобы узнать, что было в тех мешках. А сколько конкретно дало, Андрей Петрович? Да не до шуток мне сейчас. Ну, иди посвети сюда. Уголь. Мешок у них прохватился. Вон насыпало сколько. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли там посмотрим, следопыт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Эш, Паленого бы сейчас сюда. Кого? Псам его. Нюхать-ка у него, я тебе скажу. Вот охотники клянчили, не отдал. Чего он, Паленый? Ну, окрас такой. Был я как-то... Тихо. Слушай, был я как-то в райцентре, да? А Паленый молодой еще тогда был, дурноватый. Оставил я его в магазин. С собакой же туда нельзя. Приказал ждать. Вот. Пока оттуда все купил, выхожу, а его и след простыл. То ли увели, то ли за сугой какой увязался. Походил, покричал, как в воду канул. Ну, один домой пошел. А через неделю, или, может, чуть больше, опять в райцентр поехал. И, представляешь, у того же самого магазина сидит мой паленый. Худой, облезлый. Ну, сидишь же, сволочь, ждет. Значит, он был там, где ты ему приказал? Так умный он у меня, холера ему в бок. Раздолбай редкостный. Гулять любит. Ты до деревни сам доберешься? Ага. А, Андрей Петрович, а вы куда? Мне одно место проверить нужно. Андрей Петрович, вы мне скажите, если что, я вам помогу. Вы же знаете, я для вас... Фонарь возьми! Андрей Петрович! Давай быстрее! Ешь! Ешь, помогуешь ты, что, Андрей Петрович! Ешь! Эх, начальник! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даша! Даша! Даша, я знаю, что вы здесь! Даша! 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 Даша, вы где? Даша, вы в порядке? Оставьте меня в покое, я вас прошу! Выходите оттуда. Мы просто побываем, хорошо? Вы испугались чего-то? Даша! Вы, наверное, меня за кого-то другого приняли? Может быть, за того, кто в вас стрелял? Даша, пошутите! Вам нужно вернуться в больницу! Я не поеду в больницу! Я не сумасшедшая! Пока мы не найдем того, кто пытался вас убить, вы в опасность! А там охрана! Вам лучше вернуться! Я сказала, нет! Я здоровый человек! И что, вы будете сидеть здесь одна, голодная? И ожидать, как паленый своего хозяина? Что? Да неважно! Вы звонили из больницы Олегу Чижевскому! Где он сейчас? Откуда я знаю? У него свои дела! Даша, поймите, я пытаюсь вам помочь! Есть подозрение, что ваш парень связан с не очень хорошими людьми! Возможно, вы что-то увидели, что-то узнали! И они пытались от вас избавиться! Нет, Олег не может быть плохим! Он хороший, добрый! Просто у него сейчас такая полоса! И вообще, как вы можете его судить? Вы же его не знаете! Согласен! Но я надеюсь на вашу помощь! Подумайте! Возможно, это он в вас стрелял! Нет, это не он! Я знаю! Хорошо! Вы были в бывшем пионерлагере, где он работал? Нет! Я не помню! А я думаю, что вы просто не хотите говорить! Вы были там! Вы узнали, что Олег занимается чем-то противозаконным! Поэтому молчите! Пытайтесь его выгородить! Но нам нужно найти того, кто в вас стрелял! Кто бы он ни был! Товарищ милиционер, а вы не подумали о том, что только неделю назад из моей головы достали пулю и что, возможно, моя память еще не восстановилась? Доктор, который вас оперировал, так не считает! Память возвращается сразу, а не отрывками! Да? А откуда он знает? В него же не стреляли! Очень удобная позиция, чтобы что-то скрыть! Я не вру! Тот, кто пытался вас убить, совершил и другие преступления! Убит еще один человек и на жизнь другого покушались! Ранен молодой парень! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подождите! Откуда у вас этот медальон? Кого ранили? Это был Олег? Нет! Я вам не верю! Это его медальон! Он с ним никогда не расставался! Я не нашел Олега в лагере! А этот медальон валялся на полу в его комнате! Олег исчез! Я думаю, что сейчас ищу его не только я! Вы будете мне помогать? Я больше не буду задавать никаких вопросов! Давайте я вас увезу отсюда! Я не хочу в больницу! Не беспокойтесь, не в больницу! Идите, заберите свои вещи! Я вас в машине подожду! Я пробил по базе! Этот Герман Маркевич, он у них за главного! Присаживайся! Спасибо! Так вот, в 94-м имел судимость по статье «Разбойное нападение», А у Евгении Лопатиной, у нее статья за хулиганку! Условный срок! Их нужно брать, Сергей Ильич! А улики? Вы же с Петровым ничего не нашли! А ваши подозрения на контрабанду к делу не пришьешь! Мало ли, что этот парень своей девушке уговорил! А следы от кроссовок, от автомобиля? Ты серьезно полагаешь, что они хранят их на память? А свидетель? Кто? Девушка с травмой черепа? Тут помню, тут не помню! Что сказал твой мозговой доктор, что она вообще убийцу не вспомнит! Зато она может рассказать, что видела в лагере и перед покушением! Да, она сейчас немного напугана, но я уверен, она расскажет! Да пойми, Кочура здесь дело не только в контрабанде! Все может оказаться гораздо серьезнее! Какая тут связь с Вольским, с этим чертовым компьютером, который считывает дни неизвестно до чего? Вот если бы это Даша помогла разыскать своего дружка, как его? Олег Чижевский! О! Его показания нам были бы очень важны! Даша сказала, что она не знает, где он! Ой, с тобой все ясно, Кочура! Ты толком не знаешь женщину, уверен в ее порядочности, только из-за того, что она хорошенькая и кроткая жертва! Сергей Ильич! Где она, кстати? Оставил в дежурке под присмотром! Не доверяешь ей все-таки! Ее нужно куда-то в безопасное место! Ладно! Под твою ответственность! Это оперативная квартира, чтоб был порядок! Да! В лагерь больше не суйся! Мы выставим наружку! Слушаюсь! Держи! 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 Даша, вы не обратили внимание? Там за нами черный форт! По-моему, нас обгонял уже на въезде в город! Нет, не видела! А мне идет? Слушайте, он едет за нами от самого управления! За нами что, слежка? Все, проверим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде отстали. Да нет, наверное, показалось. Проходите там на кухню. Вы готовить-то умеете? Было бы с чего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут есть макароны, яйца, чай... Да уж, условия спартанские. А здесь? Ой, я, с вашего позволения, сразу в душ. Да, да, пожалуйста. Только недолго, пожалуйста, потому что мне нужно еще вас проинструктировать. Алло? Слушай сюда, лейтенант, и не перебивай. Твоя жена находится у нас, и с ней не случится ничего плохого, если ты не наделаешь глупостей. Понял? Вы кто? Некорректный вопрос. Слушай дальше. Мы заключим с тобой небольшую сделку. Ты передаешь нам девушку, мы вернем тебе жену. Какую девушку? Не играйся, лейтенант. Отпускаешь Дашу Михайловичу, получаешь марину. Я надеюсь, вы не собираетесь делать никаких глупостей с моей женой? Ну что ты. Есть менее кровавые методы. У твоего тестя плохое здоровье и большие долги серьезным людям. Он сделает все, что ему велят. Если запахнет жареным, он сдаст тебя. Как своего подельника в сбытии контрабанды. А это, лейтенант. Не просто уволение из органов, это уголовная статья. А тебе, припогонных. Ой, на полную катушку. Как тебе такая перспектива? Чего молчишь? Что будет с Дашей? Не твоя забота. Считай, на Северный полюс отправим. В управлении знает, что она со мной. Ну, придумай что-нибудь. Это в твоих интересах. Мне нужно время. Сутки. Там был чей-то халат. Ничего, что я... Даша, пожалуйста, постарайся. Ты должна вспомнить, где ты была и что ты видела до того, как тебя стреляли. А что случилось? Я не могу тебе сказать. Просто успокойся и подумай. Мне нужна твоя помощь. Я не могу так по приказу. Это само приходит. Ладно. Ладно, мне нужно уйти. Ты, пожалуйста, будь тут и никуда не высовывайся. Понятно? Здесь закрой. Я установил еще три учреждения из закодированных файлов. Это химзавод, филиал Белтелеком и коммерческий банк Паритет. Что это может значить? Ну, даже если предположить, что они собираются ограбить банк. То при чем здесь химзавод и телефонная компания? Здесь нет ничего случайного. Поясни. Я установил два постоянных компонента. Это цифра 12 и буквенный символ D. По мере того, как я открывал файл, они то исчезали, то появлялись в другом месте по списку. И что это может значить? Я также заметил временной характер. С каждым днем эти символы приближаются все ближе и ближе к началу списка. Такое ощущение, что где-то тикает виртуальный будильник. Если предположить, что финальной точкой, которой стремится код, является единица, и в списке у нас всего 43 кода, а 12 означает дату, например, 12 июля, то получается, что до финиша остается всего 4 кода. Сегодня у нас 9-я, это среда, а через 3 дня как раз 12-я, суббота. Пошел процесс обратного отчета. А если выдернуть прот из розетки, а? И все дела? Нет, это не поможет. Мы всего лишь абоненты всемирной сети и даже не знаем, с какого сервера поступает информация. Предположим, что кто-то задумал диверсию, но этим же надо откуда-то управлять, нажать элементарную кнопку. Ой, да откуда угодно, хоть из Новой Зеландии. Кстати, этот может даже не понадобиться. Система сама может заработать. Совпадут какие-то цифры или там значения, и все включится. С ума сойти, до чего докатились. Раньше в нашей глухомане выключатель света был чудом техники, а теперь... А крайен больше не существует. С интернетом ты везде в центре мира. Вот в моей голове это как-то не укладывается. Заревичье, центр мира. Петров, пойдем покурим. Вы же не курите, товарищ миленький. Ах, тут не только закуришь. Думаете, диверсия? Не знаю. У этого Вольского с башкой было не все в порядке. Такого наворотить в своем компьютере. Ну, так или иначе, все, что здесь происходит, связано именно с этим дурацким компьютером. Сергей Ильич, а я давно предлагал передать компьютер специалистам. Ведь если что-то случится в эту субботу... Надо срочно связаться с Минском. Иди к бундеркинду. Жора, понимаешь, это личное дело. Не хотелось бы, чтобы потом трепались. Да ладно, что от меня требуется? Ты не мог бы достать аппарат для прослушки? Ты с ума сошел? А если кто узнает, ты понимаешь, о чем просишь? Не бойся никакого криминала. Мне просто нужно определить, откуда звонок и записать. Там, понимаешь, у меня с женой. Как бы тебе это объяснить? Что, Маринка, на сторону поглядывай? Ну, вот видишь, тебе не нужно ничего объяснять. Я, конечно, не обещаю, но я спрошу в тех отделе, чем тебе можно помочь. Прости, неудобно говорить, на срезке на совещание вызву. Садитесь, садитесь. По какому поводу собрали, Сергеевич? Из архива КГБ передали выписку по делу старшего Вольского. Михаил Андреевич Вольский до начала войны служил в спецотделе НКВД по Белостокской области в охране Сбербанка. В первый день войны его отправили сопровождать в Минск машину с золотыми слитками. По дороге машина попала под бомбежку, и сопровождение в живых осталось только двое. Как вы догадываетесь, это был Вольский, судя по всему, тот второй, изображенный на фотографии. Но, по словам Вольского, им удалось спрятать ценности, после чего второй охранник попытался его убить. Вольский выжил после ранения и партизанил в наших краях до 44-го года. Когда район освободили от немцев, его арестовал НКВД. Я думаю, что его не расстреляли по одной простой причине. Если Вольский говорил правду, то имелось возможность отыскать это золото. Вот тут отмечено, Вольский был этапирован из Карлага в Белоруссию, но в том месте, где он указал, оказалось водохранилище. Ему не поверили. А личность второго охранника не выяснили уже? Предположительно, это Богдан Гидравичес. БГ? Его личное дело не сохранилось. Данные взяты из свидетельских показаний. Этот Гидравичес был родом из-под Росганенка, а теперь, как вы понимаете, это сопредельное государство. А что родственники? Ну, после войны делали запрос. Родственники этого Гидравичеса сообщили, что он пропал без вести. Но если предположить, что он остался жив, и вся эта история с золотом реальна, думаю, он мог поселиться недалеко от того места, где оно спрятано. А это уже где-то на нашей территории. Ну, судя по возрасту, его, пожалуй, уже и в живых нету. Ну, или дряхлый совсем. Ну, остаются дети или родственники. Необходимо пробить по базе всех Гидравичцев. Ну, хотя он мог и сменить фамилию. В этом случае у нас остается фото и дата рождения. Разможьте фотографию, раздайте ориентировку всем участковым. Пусть опросят стариков. Действуйте давай. Ну что, ты можешь это сделать? Ну, у вас же свои каналы есть. Это моя личная просьба. Ну, а кто за это возьмет ответственность? Послушай, ну мы же не банк с тобой грабим. И потом, ты же умеешь следы заметать. Ну да, у телефонной компании, конечно, не пендагоновская защита. Попробуем. А что нужно выяснить? Смотри. Вот это, это мой номер. Нужно определить, откуда поступил звонок в 11.35. Это номер моей жены. Ее Марина зовут. Ее телефон не отвечает. Можно узнать, где она находится? А вот по этим двум номерам просто проверить, входящее и сходящее. Если это возможно, поставить как-нибудь на контроль, чтобы знать, кто звонит. Ну, вам придется подождать. В общем, мне ехать нужно. Давай так. Ты как только что-нибудь узнаешь, позвони, хорошо? Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok